Ну что ж, дружочки-пирожочки, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. И сегодня у нас розыгрыш и сразу же обзорный герой Агата Ткача. Ребят, сразу же скажу, тут вышло обновление, по-моему, у нас карта изменится. Я не видел его способности, я только знаю, что он танк и якобы у него магические способности. Это все, что я знаю об этом герое. Давайте мы его купим, используем боевые очки. Да, да, да. Покупаем мы этого героя и надеюсь, он будет интересным, надеюсь, он мне будет приятен. Ну, на внешний вид он вроде как классненький. Не будем мы ничего менять в сборке стандартной, мы просто проведем обзор, живучесть у него почти на фулл. Все, больше половины, кроме атаки. Это здорово, то, что и сложность у героя непростая, значит, на нем будет немного игроков играть или, ну, поиграют и поймут, что на нем сложно играть. Поэтому проблем с тем, чтобы его взять не будет. Надеюсь на это. Ладно, давайте мы почитаем его способности. Давайте с пассивки начнем. Преобразовывать 4% от потерянных очков здоровья в его физическую защиту. Максимально до 250. Каждые 110-250 секунд его следующая базовая атака восполнит его очки здоровья на 0.5. Ну, вот так сразу предполагаю, что не нужно ему слишком много здоровья, лучше много брони. Потому что терять здоровье будет быстрее и увеличивать броню, ну, как-то так, короче. Ну, а эти способности, я думаю, кроме ультимейта, нужно использовать непосредственно в игре. Смотрите, перезарядка 60 секунд. Не часто мы такое видим здесь, по-моему. После короткой подготовки прыгает в указанную зону, подбрасывает окружающих врагов в воздух на одну секунду и наносит... Давайте-ка не будем мы это получать. И наносит 500 магического урона. Враги, находящиеся ближе к центру зоны, будут подброшены в воздух на более длительное время. Окей, окей, окей. Ну, а это мы посмотрим во время игры. Тут не такие большие колдауны. Ну, что ж, рейтинговая игра, и надеюсь я, что получится у меня сразу взять этого героя. Конечно, было бы здорово, возможно, собрать Тиму из пяти человек, и тогда бы точно никто его не взял. Ну, посмотрим, посмотрим, как у нас все это получится. Летняя вечеринка начнется через четыре дня. То есть не будет новой карты, да, я так полагаю? Ну, отлично. Давайте будем последние выбирать. Давайте их немножко даже так, чтобы они немножко подустали ждать такие. Потеряли бдительность, е-мое. И тапнем. Возьмем мы сразу же нашего героя. Успеваю я его взять, и это очень здорово, потому что если бы я его не взял, я бы действительно очень расстроился. Отправляем. Ноль побед, ноль поражений. Ребята, можете злиться. Давайте, боевые навыки. Нет у меня здесь вспышки. Ну и что мы возьмем? Я даже не знаю, ребят. Попробовать взять вдохновение, она на всех заходит, хотя урона у него большого не будет. Может, возьмись здесь, чтобы просто полегче фармить лес. Новый герой в ранкеде? Да, брат, новый герой в ранкеде. Так именно и есть. Ну и давайте сборочку, я не знаю, вот скип. Я люблю очень охраняемую реликвию, прям вообще. Ну и пояс я люблю. Нет, наверное, сейчас же мы первую сборку попробуем собрать. Такого танка стабильного, без супермагического урона, никто вот не делает Джонса в магический урон. Гата Ткача. Это самое сложное название, которое было в этой игре для меня. Я привык ко всем китайским лисусинам, юнжао, но Гата Ткача это что-то новенькое. Это даже, ну что-то азиатское, но такое больше индийское, наверное, да? Давайте, давайте. Я очень рад, что я смог сразу же взять этого героя. И достаточно круто, достаточно круто. Очень круто было бы, если бы мы сейчас первую катку выиграли. Это впечатление о новом герое сразу делает куда круче. И нужно по возможности замутить стрим на этом герое. Ребят, еще раз повторяюсь, розыгрыш, так что под этим постом, как обычно, лайк, коммент, подписка. И разыгрывается, два скина будет разыграно на каком-нибудь ближайшем, не на ближайшем, на стриме каком-нибудь через неделю. Ну что, пойдем давайте с циклопом. Ну что нам купить сразу же? Я даже не знаю, не нужны нам, наверное, предметы, чтобы выфармить бы жестко лес. Давайте плюс 300 хп, я думаю, лишним не будет. Что-то перезарядка у чего меньше. 7 секунд, 12 секунд. Ну вот, возьмем, значит, это. Вот так вот он направляется, эта способность. Ну и сразу прожмем возмездие и будем использовать наши способности. Я понял. Вперед, так вот, камнями атакует он какими-то. Все очень просто. Но лучше попробовать еще на героях. Ну стреляй же, гружбан. Ну как-то ты долго это все делала. Там нам атакуют базу и мы теряем крипов на самом-то деле, потому что там два героя, которые наносят массово по крипам урон. Ну что, идем забирать второго крипа. Эта способность я пока что не знаю, что делает. Но, видимо, Лейла не хочет со мной идти, поэтому придется немножко нам зафармить лайн. Ну я думаю, быстро будем фармить лайн благодаря этой способности. Ну если бы я еще попадал во всех. Давайте посмотрим, что эта способность делает. Ох, вот эта способность, наверное, стоила мне почитать немножко. Ну что, забирают крипа. Давайте прокачаем еще раз вторую, потому что она какая-то дуже прикольная. Котакача громко кричит, заставляя обижающих врагов атаковать его базовой атакой. А, прикольно. В течение полторы секунды, в последующие две с половиной секунды он контактирует нападающих, нанеся... Ну я понял. Окей, атакуй. Ну где там? А, вот я вижу. Когда меня атакуют, они получают магический урон. Круто. Это как стан, только при этом меня атакуют, да? Но убежать они не могут от меня. Ну это здорово. Надо было возьметь, где прожать сейчас мне. Вот, сейчас бы мне казнь какую-нибудь. Не успеваю я докричаться до него. Убивает все же здесь нашу Лейлу. Но герой пока что мне способностями меня привлекает. Своими, действительно. Давайте прожму я. Фу, инет. Понятно. Кстати, команда и цвет изменилась, когда они пишут. Карта не поменялась. Хорошо, нанесли мы урон. Возьметь, где тратить пока что мы не будем. Пока что просто пытаемся выфармливать. И ультимейт наш. Мы прыгаем на врагов. Ох, как далеко прыгаем-то. Охренеть! Как же красиво это только что было. Охренеть! Вот это вот ультимейт. Ребятушки. Жеребятушки. Это здорово. Это действительно было только что очень круто. Да, только мне тут отойти, наверное, стоит. Потому что сейчас могу тут пострадать я очень жестко. Да, и, наверное, все же слетаю я домой, потому что, ну, ультимейт реально бомбически. Это очень круто. Давайте еще раз прокачаем первую способность. Не будем пока что мы жестко что-то максить. Ну и просто прыгаешь в толпу, прожимаешь свою способность. Они начинают атаковать тебя. Да, в это время команда разбирает противников. Я понял. Причем очень далеко прыгает. Но вот это вот крутая способность. Это действительно очень классная способность. Тут вопросов даже нету. Ну и вспышка нужна этому герою. Без сомнения, ребят. Просто на этом аккаунте у меня недостаточно большой уровень, чтобы иметь вспышку. Ну а Лейла наша как-то любительница поумирать пока что. Ну что, прожмем эту способность. Пускай атакует нас. Отлично. Пришли сюда еще и противники. Нужно и нашим, наверное, немножко собраться здесь. Потому что можем мы тут сейчас пострадать и тавр потерять. Но вроде отогнали мы крипов. И это здорово. Здорово бить. Вот такая вот незамысловатая песенка, ребятки. Давайте. В возмездие и способности наши атакует. Получается 96 урона. Но только на 2 атаки хватает этого крипа. Давайте еще раз прокачаем эту способность. Будем преимущественно ее вкачивать. Ну и что? Есть у меня МП. И можно попробовать подойти там, прыгнуть в лапу-лапу у того же. Да, тавера там уже нету. Ну и у нас проблемы. Не хотелось бы использовать ультимейт для того, чтобы просто убежать. Охренямбус. Куда она летит? Не хватает мне чуть-чуть урона. Да, делаю я убийство все же здесь. Но и осталось мне только отсюда убежать. Не вижу я своей пассивки здесь как-то даже. Хотелось бы, чтобы она отображалась. Видеть, который урон мы получаем. Ну и делаю я убийство все же. В кустиках так. Давайте возьмем сапожок и побежим. Сопротивление магии. Магии там есть. Там как минимум 2 мага. Но физическое сопротивление тоже нам нужно. Увеличили мы уже свое здоровье. У нас уже 5000. И это довольно-таки круто. Циклоп у нас имеет уже 7 левел. Ну, стоял он на меде. Ну, это понятно, в общем-то. Давайте возьмем здесь и наши способности прожмем. Атакует, получает уже 170 урона он. Убиваем мы нашего противника. Сколько у меня сейчас брони? 44 брони всего лишь. Да. Хотя, когда я начинал играть, говорил, что нужно больше брони. Ну, возможно, я даже и не прав был. Ну, в этом смысле. Ну, отлично, отлично. Ну, подпустить бы их ближе. Ультимейт очень далеко. Можно прыгнуть, на самом деле, с помощью ультимейта. Но сложно попасть, потому что очень долго он летит. И попробуем полететь мы все же. Отлично! Здорово! Очень красиво! Вот реально то, что мне нравится, это анимация. Это для меня самое важное в героях, ребят. Я вам это сто раз говорил, что какого героя взять? Вы начинаете в чатике спрашивать. Я вам всегда говорю, ребят, главное, чтобы вам герой нравился. И этот герой мне действительно нравится. Я только что стоял где-то вдалеке. Блин, еще вспышечку этому герою под вторую способность. И все, если, ребят, у вас открыта вспышка, несомненно, покупайте этого героя. Ну, если вам, конечно же, нравится анимация данного героя. Ну, а пока что все здорово получается. Мы сейчас тут сносим спокойненько... Нет, 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 это не спокойненько. Давайте, пускай он атакует... А, я прожал уже свою вторую способность, да. Ну и, наверное, прожму я вообще регенерацию какую-нибудь сейчас. Отлично. Давай, пускай атакует меня. Ну что, криком я его своим достану? Нет. Ой-ой-ой, ёечки! Полетели! Прожимаем регенерацию. Ну, по-моему, здесь у нас... Хьюстон у нас проблемы. Настреливай, настреливай! Выживаю я, и броня, наверное, меня спасает все же. На самом-то деле, моя пассивная. Давайте, плюс к магической силе. Ну, окей, пускай будет. Не лишним. Ультимейт там легко сбивался. Надо прыгать сюда сдалека. Но это не проблема, на самом деле. Я тут просто хотел прям вблизи так прыгнуть, нанести урон. Ну и пойду я, наверное, попробую забрать крипа голубого. Для того, чтобы больше использовать свои способности. Да, начал атаковать я не того совсем противника. Он за мной побежал, а мой... Гуатта Кача! Я не знаю, нужно ему придумать короткий какой-то никнейм. Так, как тебя зовут? Гата. Ну, короче, Гата ты будешь теперь, наверное, у нас. Либо Кача. Пишите свои другие варианты в чат. Либо поддерживайте мой. Вот я крипа задеваю своей пассивной атакой одной. И поэтому он начинает на меня агриться дико. Зря я туда прыгнул уже. Там уже не было и противника, в общем-то. Через три секунды у меня перезарядится способность. Я... Ох, прожимаем мы нашу пассивку. Ему приходится атаковать только нас. Это... Мы заставляем наших противников атаковать танка. И это, на самом деле, очень здорово. Ну, здесь опасно. Опасность. Кэрри может наказать за такие дела. Но криком я тут своим не достаю. Отлично. Забирает эста с противника. И тринадцать четыре счет. Ну, и тут разматываем мы просто наших противников. Отыгрываю два ноль шесть. Наносит мне вот такой вот урон магический. Ну, ничего страшного тут. Есть нам кого еще побить. Поэтому не проблема. Ну что, дождемся ультимейта, может, через две секундочки. Хотя, пока мы будем ждать ультимейта, там уже всех, да, поубивают просто-напросто. Отлично. Делаю я тут убийство. Правда, я не знаю, как мне отсюда убежать. Да, там бы меня лапу-лапу забрал, поэтому лучше, чтобы меня тавр убрал. Двойное убийство делает лапу-лапу. Мог выбежать, наверное, сюда, хотя там крипы еще не подошли. Вряд ли бы я куда-то смог уйти. Поэтому, еще раз, ребят, говорю, вспышка на этом герое была бы идеальным предметом. По золоту я на первом месте, да, это и не важно мне. Совсем далеко не важно. Давайте мы еще раз первую способность прокачаем. Мы очень много магического урона. На самом деле, она носит. Я, хотя здесь показано немного, но видно, нету магической брони у ребят. Ну, способности очень крутые. Действительно классные способности. Причем я не смотрел геймплей на данного героя. И у меня сейчас вообще очень крутое впечатление. Вот, они начинают все атаковать меня и получают магический урон. Так, в толпе крипов такой стал. И давай раздавать ребятам. Ну что, да, начал меня атаковать крип. Крип по крип. Ну что, прыгнем мы в толпу, попытаемся хотя бы. Отлично, делаем мы тут убийство. Да, не достаю я своими камнями по противнику здесь. Ну и все, он никуда не уйдет. Я прожимаю вторую способность, ему приходится атаковать меня. И это очень удобно, очень здорово. Запись у нас идет. Это тоже очень удобно и очень здорово. И, наверное, ребят, это ГГ на самом-то деле. Возможно, мне очень повезло с командой. Но я под впечатлением от данного героя сейчас нахожусь. И люблю побеждать первую катку. Это очень здорово. Ну и все, мы здесь, в общем, снесем как ни крути. И это победа. И как-то довольно-таки просто. Я даже не уверен, что я смогу здесь золото получить. Как бы я участвовал в убийствах. Да, у меня много ассистов. Но какой-то бой совсем короткий получился. Да, это мой, ребят, второй аккаунт. Я здесь подкопил деньги, вы понимаете. И мы играли на стриме. Но вот почти супермастер. И это шестая победа в рангиде. И сразу же вижу эту картинку. И это очень здорово. Да, я получаю всего лишь серебро. Только потому, что катка была действительно очень простой. Золото получает циклоп, у которого всего лишь на одно убийство просто больше. Да, такие вот дела. 8,4 мой показатель. Там 8,8, 8,9 в команде получили золото. Получный урон даже у меня маленький. Потому что у меня много брони, мало урона они мне наносили. Наверное, так как-то это работает. Но герой мне действительно понравился. Запрыгиваешь толпу, прожимаешь вторую способность. Ребята тебя атакуют. Тебе как бы от этого только увеличивает защита. Но при этом они получают постоянный урон. Ну как-то совсем легко было. Либо повезло с командой противника. Ребята, если у вас есть вспышка, вы можете купить этого героя. Если вам, как и мне, просто нравится, господи, его анимация и его способности. Также, ребят, еще раз напоминаю. Под этим видео у нас будет розыгрыш. Поэтому с вас лайкос, коммент подписота. С меня два разыгранных скина на ближайшем стриме. Через 7 дней. Наверное так. То есть, ну примерно в следующую среду, в следующую среду, вы знаете, как я люблю падежи, в следующую среду мы разыграем два скина. Потому что у нас там не был найден какой-то победитель. Так что, вот такие дела, ребят. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока.